здравствуйте мои дорогие рукодельницы подписчица и зрительница канала меня зовут елена ермина сегодня мы с вами будем вязать замечательный красивый жакет жакет вяжется крючком можно связать демисезонный вариант а также на прохладное лето и теплую весну данная модель жакета подойдет абсолютно всем девушкам женщинам и также на любую фигуру и телосложения так как можно связать свободный вариант принцип вязания жакета мы уже с вами разбирали и я для вас подготовила 9 частей бесплатного мастер-класса ссылочку на жакет незабудка я оставлю вам во всплывающей подсказки и в описании под этим видео я думаю воспользовавшись моим мастер-классом вы без проблем сможете связать данную модель жакета для вязания жакета подойдет пряжа разная по составу и метражу я буду вязать из пряжи стопроцентный хлопок пряжа а дропс давайте сразу же скажу вам метраж 50 грамм 170 метров стопроцентный мягкий хлопок прекрасно подойдет для вязания данной модели жакета для вязания данной модели жакета можно выбрать пряжу стопроцентный хлопок хлопок с акрилом либо хлопок с бамбука шерсть полушерсть свяжите несколько образцов и из разной пряжи по составу метражу и выберите самый красивый самый оптимальный вариант узор вяжется очень легко и просто мы сейчас с вами свяжем образец из четырех рапортов вот смотрите здесь вот арочки из цепочек всего 4 арочки 4 рапорта ширина одного рапорта состоит из шести петелек вот здесь условное обозначение столбик без накида от него и начинаем отсчет раз два три 4 5 шесть 6 петелек задействовано в одном рапорте то здесь даже темно-серым цветом обозначено начало и окончание рапорта то есть от столбика без накида до следующего столбика если вы не умеете читать схемы то мы сейчас с вами разберем все на образце высота рапорта давайте посчитаем 1 2 3 4 4 ряда также для удобства вашего я подготовила статью на своем канале название канала мир рукоделие творчество вязания к она находится на платформе яндекс дзен ссылочку на мой канал и на данную модель жакета я оставлю в первом комментарии под этим видео проходите смотрите можете подписаться на канал нажать желтую кнопочку подписаться вы всегда будете в курсе всех мастер-классов также делюсь и здесь описанием бесплатным видео уроками схемами выкройка если они у меня есть в давайте рассмотрим данную модель жакета поближе вот такой красивый вариант он свободный застежка на одну пуговицу можно изменить без пуговицы либо добавить количество пуговиц также есть выкройка который тоже вам поможет связать данную модель жакета и очень хорошего качества схема вязания который увеличивается в размере все картинки кликабельные их можно увеличивать и вязать с экрана планшета телефона и также на компьютер компьютера здесь я вам оставила ссылочку синим цветом где создан отдельный плейлист по вязанию жакета незабудка весь принцип вязания он у меня подробно изложен и я обучаю вязать модель с точным рукавом 9 частей мастер-класс состоит посмотрите я думаю вам понравится специально мастер-класс подготовил для начинающих рукоделец которые учатся вязать плечевые вещи так вот здесь статья и еще хочу сразу же сказать что данная модель жакета судя по выкройке как вы видите она немножко у него рукав приспущенный вы можете также связать жакет с при пульс приспущенным рукавом либо с вточным конечно связать данную модель жакета гораздо проще чем связать в точной рукав давайте покажу вам поближе смотрите какой красивый узор и легкая обвязка жакета по периметру я думаю что у вас все получится и вы сможете при помощи моих мастер-классов связать данную модель подписывайтесь на мой канал присоединяйтесь к нашему обществу и вдохновляйтесь каждый день новыми идеями и не забудьте поделиться со своими подругами рукодельницами перепостить данное видео и разместить его в социальных сетях а мы приступаем с вами к вязанию здесь производителя на этикетке пряжи указывает номер крючка эта информация для начинающих я всегда примерно ориентируюсь на тот размер который указан на этикетке вот здесь производитель рекомендует вязать инструментами три с половиной я буду вязать крючком номер два с половиной от cover soft дальше страна производства крючка япония если у вас нет возможности зарегистрироваться на мой канал который находится на яндекс дзен то все вспомогательные материалы которые пригодятся вам для вязания жакета это выкройка и схема я размещу как всегда в конце видео досмотрите пожалуйста видео до конца а мы с вами приступаем к вязанию и набираем цепочку из 25 воздушных петель и давайте сразу же посмотрим значит вяжем 4 раппорта вот это звено цепочки у нас состоит из 7 воздушных петелек а пропускаем мы по 5 воздушных петелек а воздушная петелька подъема и от конца цепочки во вторую петельку от 1 2 провязываем 1 столбик без накида набирают спочку раз два три четыре пять шесть семь то есть вот этот первый столбик без накида это начало раппорта пропускаем раз два три четыре пять в шестую петельку мы вяжем 2 по счету столбик без накида вот с этого второго столбика без накида у нас начинается второй раппорт и давайте разберем то есть раппорт начинается от столбика без накида в основу раппорта входит столбик без накида и плюс цепочка из 7 воздушных петелек пропускаем здесь то есть от столбика до следующего столбика 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и основа раппорта у нас состоит 6 петелек это столбик без накида и 5 пропущенных петелек все надеюсь я вам понятно объяснил теперь мы вот этот столбик 2 без накида провязали это у нас начало второго раппорта вяжем 1 2 3 4 5 6 7 7 воздушных петелек цепочка пропускаем 1 2 3 4 5 вот в этой петельки заканчивается 2 раппорт а шестую петельку цепочки мы вяжем столбик без накида и этот столбик у нас начало 3 раппорта вяжем цепочку раз два три 4 5 6 7 пропускаю 1 2 3 4 5 6 петельку вяжем столбик без накида и вот этот столбик без накида начала четвертого раппорта 1 2 3 4 5 6 7 пропускаю 1 2 3 4 5 6 петельку вяжем 1 столбик без накида все вот связали мы с вами образец и у нас здесь 4 раппорта 1 2 3 4 4 звена 4 раппорта приступаем к вязанию второго ряда схема читается справа налево набираем раз два три 4 5 5 воздушных петелек разворачиваю вязание на другую сторону здесь мы можем отсчитать раз два три петельки и в четвертую петельку провязываем 1 столбик без накида я вам покажу два способа вязания 2 ряда 2 воздушных петельки теперь вершину столбика без накида 1 ряда за обе петельки за переднюю заднюю за косичку мы вяжем с вами три столбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием вот таким образом так на крючке 4 петельки соединяем их вместе все связали элемент 2 воздушных петельки так показываю еще один способ каким он возможно связать данные узор быстрее проще то есть я поверх вот этой цепочке провязываю столбик без накида можно так связать и так гораздо быстрее вы экономите время 2 воздушных петельки и опять же вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной связали 1 2 2 воздушных петельки теперь можно вот смотрите раз-два в третью петельку цепочки в основании 3 петельки прокалываем крючок вытаскиваем рабочую нить 2 петельки на крючке соединяем их вместе можно вот так связать 2 воздушных петельки и вершину столбика без накида мы вяжем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием из общей вершины вот так вот все соединяем 4 петельки вместе при помощи рабочей нити 2 воздушных петельки и еще самый легкий способ поверх цепочки так за цепочку под цепочку я завожу крючок вытягиваю рабочую нить 2 петельки на крючке соединяя их вместе все 2 воздушных петельки и заканчиваем вязать ряд вершину столбика без накида за обе петельки за переднюю заднюю провязываем 1 столбик с одним накидом для того чтобы выровнять край по высоте смотрите данный вид узора его можно вязать прямыми и обратными рядами и также по кругу он будет тоже прекрасно смотреться по кругу по лицевой стороне и по кругу поворотными рядами а мы будем с вами вязать поворотными рядами если вы захотите связать данный узор по кругу давайте сразу вам покажу как это сделать мы вот в этот столбик который провязали с одним накидом вяжем его как полустолбик 2 петельки на крючке остается вяжем в эту же вершину столбика без накида 1 ряда еще один полустолбик с одним накидом теперь соединяем начало ряда и конец ряда вводим в основании 3 петельки подъема раз-два-три вводим крючок захватываем рабочую нить выводим на себя и проводим через три петельки на крючке все можно вот так вот еще вот эту петельку связать еще одну соединили ряд в кольцо соединили в круг и далее продолжаем вязать узор по кругу можно по лицевой стороне а можно поворотными рядами когда вяжем узор прямыми обратными рядами то начинаем и заканчиваем узор одинаково приступаем к вязанию 3 ряда из 3 ряда мы будем начинать каждый раз рапорт начала рапорта будет вот с этого 3 ряда который мы сейчас с вами начнем вязать и закончится рапорт шестом ряду то есть 3 по 6 ряд вы в дальнейшем все время повторяйте набираем цепочку раз два три 4 5 6 воздушных петелек разворачиваю вязание на другую сторону вершину столбика без накида мы вяжем столбик без накида цепочка из 7 воздушных петелек раз два три 4 5 6 7 находим следующий столбик без накида и за обе петельки за переднюю заднюю за косичку провязываем столбик без накида набирают спочку раз два три 4 5 6 7 7 воздушных петелек находим следующий столбик без накида и за обе петельки за переднюю заднюю провязываем столбик 1 без накида 1 2 3 4 5 6 7 находим столбик без накида и за обе петельки провязываем 1 столбик без накида заканчиваем вязать ряд 1 2 3 воздушных петельки в третью петельку подъема 1 2 3 в основании третьей петельки подъема предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом все связали с вами третий ряд приступаем к вязанию четвертого ряда 1 воздушная петелька подъем разворачиваю вязание на другую сторону и вот вершину первого столбика с одним накидом за обе петельки вяжем 1 столбик без накида 1 2 2 воздушных петельки вершину столбика без накида за обе петельки вяжем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной на крючке 4 петельки соединяем их вместе при помощи рабочей нити 2 воздушных петельки и как вот я вам ранее показывал вы можете в основании третьей петельки цепочки 1 2 3 провязать 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида следующего вяжем за обе петельки 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 4 петельки на крючке соединяем их вместе 2 воздушных петельки и теперь вы можете более быстрый простой способ связать столбик без накида это поверх цепочки все связали 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем элемент состоящий из 3 полустолбиков с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием связали 2 воздушных петельки и опять же я поверх этой цепочки связан столбик без накида 2 воздушных петельки опять же вершину столбика без накида предыдущего ряда за обе петельки за переднюю заднюю мы провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершины 2 воздушных петельки и заканчиваем с вами вязать ряд в третью петельку подъема раз-два-три прокалываем крючок и провязываем 1 столбик без накида давайте посмотрим как у нас с вами получается связали уже четыре ряда узора как вы убедились узор вяжется очень просто сейчас мы с вами продолжим вязать и у нас по счету будет пятый ряд 1 петелька подъема разворачиваясь за не на другую сторону вершину столбика без накида провязываем 1 столбик без накида вяжем цепочку из 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 5 6 7 вершину столбика без накида провязываем за обе петельки 1 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 вершину следующего столбика без накида за обе петельки вяжем 1 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 вершину столбика без накида за обе петельки вяжем 1 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 и вершину столбика без накида вяжем 1 столбик без накида все связали с вами 5 рядов и остается нам еще один шестой ряд и у нас заканчивается рапорт повторяется рапорт с 3 по 6 ряд включительно сейчас мы с вами свяжем заключительный ряд рапорта 6 ряд набираем цепочку 1 2 3 4 5 воздушных петельок разворачивая за не на другую сторону и вы либо в основании вот раз два три четвертой петельки провязывайте столбик без накида 1 2 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершины 2 воздушных петельки отсчитываем 1 2 3 в основании 4 вяжем 1 столбик без накида 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общей вершины и с общим основанием 2 воздушных петельки 1 2 пропускал 1 2 3 в основании 4 петельки вяжем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 1 2 2 воздушных петельки в основании 3 так 3 петельки пропускаем 4 петельки либо вот поверх вот этой цепочки вяжем столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида вяжем 1 столбик с одним накидом все закончили вязать раппорт смотрите давайте с вами разберем еще раз смотрите раппорт у нас состоит из 6 петелек всего мы с вами связали 4 раппорт 1 2 3 4 начало раппорта от столбика без накида пропускаем 5 петелек и второй следующий столбик без накида это начало уже следующего раппорта то есть от столбика без накида далее идет цепочка у нас из 7 воздушных петелек вот этот элемент входит в основу раппорта столбик и цепочка начало раппорта для удобства давайте за начало раппорта возьмем третий ряд узора вы смотрите первый второй третий вот здесь у нас третий ряд это начало раппорта раппорт высоту состоит из 3 4 5 и 6 ряда всего 4 ряда и они каждый раз повторяются с 3 по 6 ряд все время повторяем до нужной высоты теперь вы вяжете седьмой ряд по принципу вязания 3 ряда давайте седьмой ряд с вами свяжем вместе я его буду вязать точно так же как мы ранее с вами вязали третий ряд узора раз два три четыре пять шесть воздушных петелек разворачивай за не на другую сторону вершину столбика без накида вяжем 1 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 воздушных петелек находим столбик без накида и за обе петельки за переднюю заднюю вяжем 1 столбик без накида раз два три 4 5 6 7 находим следующий столбик без накида и за обе петельки за переднюю заднюю вяжем столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 находим столбик без накида и в его вершину провязываем за обе петельки столбик без накида 1 2 3 в третью петельку подъема 1 2 3 прокалываем крючок и вяжем 1 столбик с одним накидом все связали седьмой ряд и седьмой ряд это начало 2 раппорта 7 ряд вязали точно так же как 3 давайте рассмотрим данный узор с обеих сторон вот таким образом смотрится узор с изнаночной стороны тюльпанчики видите они как выпуклые это у нас будет изнаночная сторона так как и вот таким образом смотрится узор с лицевой стороны вы конечно можете стороны сами выбирать какая вам сторона больше нравится либо вот это либо это можно так и так вязать то есть вот эту сторону тоже можно сделать лицевой давайте покажу вам узор поближе чтобы вы его более детально смогли рассмотреть оценить смотрите как он очень легко и просто вяжется и для данного узора подойдет пряжа и тонкая и более такая средняя и толстая будет прекрасно смотреться также данный узор подойдет для вязания палантинов красивых можно связать снут жакет жилет а летнюю модель кофточки кофты с длинным рукавом либо с укороченным топ летнее пальто кардиган если вам понравился узор то прошу вас поделитесь пожалуйста перепостите данное видео и разместите его своих соц сетях и пусть другие ваши подруги рукодельницы тоже увидят данный узор и присмотрятся к нему так как он легко просто вяжется а смотрится довольно таки симпатично и подойдет для вязания очень многих вещей если вам понравился узор поставьте пальчик вверх класс мне будет очень приятно и спасибо что досмотрели видео до конца и подписывайтесь на мой канал также я вам оставила ссылку на данную модель жакета на статью где вы можете пройти по ссылочке и вязать по схемам там очень много у меня на моем втором канале на яндекс джене разных моделей и есть даже бесплатное описание всегда с вами делюсь если у меня есть а какие-либо материалы вспомогательные а я с вами не прощаюсь и жду вас в гости на свой канал заходите каждый день я буду очень очень рада с вами была елена ирмина всем пока пока до новых встреч на моем канале я вам покажу вам Продолжение следует...